Музыка Все, что известно дочери Николая Петровича, это его послевоенная жизнь. На Сахалине он 46-го года. Работал начальником пожарной части завхозом в аэропорту. У Николая Блиникова не было одной руки, но при каких обстоятельствах он ее лишился, известно не было. До сегодняшнего дня в областной библиотеке по просьбе дочери ветерана подняли архив. Выяснилось, что Николай Петрович настоящий герой. Оказывается, ваш папа был таким героическим солдатом. Столько подвигов совершил. Про этот подвиг вообще очень интересно написано, что 6 часов, стоя в ледяной воде, он держал вместе со своим подразделением переправу на своих руках, чтобы беспрепятственно наши войска могли переправиться на другой берег реки. Не только войска, там и артиллерия. Николай Петрович Блиников, чтобы попасть на фронт, сказал, что ему 18 лет. На самом же деле было 17. Воевал в Брянской области. Награжден орденом славы третьей степени. За то, что во главе своего отделения пробрался незамеченным к проволочному заграждению. Сделал три прохода, подготавливал саперов. Как пишется в наградном листе, рядовой Блиников показал себя за время службы инициативным смекалистым воином. За свои походы получил также медаль за отвагу. А за последнюю военную операцию был награжден орденом Красной Звезды. За 15 минут проделал проход по трём минным полям. И лично снял 85 мин. Но был тяжело ранен. Именно там он потерял руку. Тогда Коле Блиникову было всего 20. Наши друзья всегда говорили, вот посмотри, Петрович с одной рукой дом построил, а ты с двумя руками ничего не можешь сделать. А он в таком духе. После того, как Блиников подорвался на мине, его родственникам выслали похоронку. Но он выжил. И об ошибке брат узнал только через два года. Всё это время Николай Петрович находился в госпитале, откуда его на Сахалин забрал брат. Я сейчас на собственном здоровье ощущаю, какие могут быть неприятности, неполадки с уставами, с давлением и так далее. И просто представляю, как тяжело эти люди переживают все проблемы со своим здоровьем. И хочу им пожелать самого крепкого, самого лучшего здоровья и радости, чтобы они жили, ну так как жил мой папа. Он жил с таким ощущением, что он каждый день идёт в разведку. Людмиле Николаевне повезло, что информация о её папе сохранилась в архивах. Из 20 человек, обратившихся в областную библиотеку, информацию удалось найти только о двух ветеранах. Теперь Людмила Николаевна может рассказать своим детям и внукам, кем на самом деле был их дед. Редактор субтитров А.Семкин